Музыку, английский, каллиграфию. С этим помогли мы, а рисование, танцы и остальное она добавила сама. Учение музыки делает с нейронной сетью вообще невероятную вещь, потому что ребенок, которая будет, эта вещь, кстати, которая будет полезна ребенку, когда он начнет учиться читать и писать, как ни странно. Потому что, когда занятия музыкой, приучают ухо, на самом деле не ухо, а мозг, естественно, отличать друг от друга очень малоотличимые штучки. Ювелирная работа, ювелирная настройка нейронной сети. Это как в китайском языке интонации, которые совершенно не было. Да, да, да. И шуток, то изучение языков. И музыкальное образование, реально это подтверждено серьезными научными исследованиями. А рисование, нет? А? А рисование? И рисование. Вот, сейчас подойдем. А письмо? Ну, короче говоря, все это так тренирует нейронную сеть, что когда тяжелый час настанет, она сыграет. Понимаете? Эта история сыграет. Я должна знать, кто такой Левальди. Нет, ну это и так ясно, но это тут нечего обсуждать. Я не про это, я говорю про техническую вещь. Теперь, вот сейчас что делать? Любимые мной финны, они же, чего сейчас придумали? Они же убрали письмо из школы. Только вот это. Вот это им отзовется. Вот это злобно сказала она, да. Нет, это им точно отзовется. Потому что письмо — это мелкая моторика. Мелкая моторика, которая обеспечивается теми же частями мозга, которыми речь. Ну, то есть мы хотим тренировать эту часть или не хотим? Можем, конечно, не тренировать. Вот в этот момент, может быть, уместно вспомнить. Я вообще все... На меня либо книжки с полки падают, я новость узнаю. Либо куда-то к друзьям зашла, чего узнала. Короче говоря, узнала я некоторое время назад, что оказывается, в одном из древних Китаях, поскольку этих древних Китаях было много, но в каком-то, не буду врать, не помню в каком, люди, которые претендовали на высшие чиновничьи должности, должны были сдавать два экзамена. Меня потрясло, какие. Я думала, там, знание законов, там, ну что это такое? Как бы я подумала? Нет, один экзамен был стихосложение, а второй экзамен был каллиграфия. И все, не было третьего. Если ты хорошо, красиво, со смыслом пишешь, это говорит о том, что у тебя правильно работают мозги. Этот человек может управлять страной. Вот все-таки китайцы и дают жару. Да. У тебя профессиональную литературу про то, что творится в мозгу у танцоров, и быть поражены. Как много зон участвует в этом. И даже просто в слушании музыки, как много участвует в зон. Уж не говоря о том, что делается, когда вы играете. Спасибо. Спасибо.